Вторая партия автобусов, закупленных администрацией города, для пополнения маршрутов прибыла во Владивосток. Новые автобусы протестировали представители Владивостокской организации Всероссийского общества слепых. Для участников поездки было важным понять, как работают в салонах автоинформаторы, насколько удобны новые автобусы для посадки и высадки, а также в целом комфортны для тех, кто имеет проблемы со зрением. В автобус, когда входишь, все-таки помощь граждан важна. Чтобы обнаружить сидение, обычно нам показывают, что проходите, пожалуйста, садитесь. Для незрячих, да, конечно, автоинформатор – это первая необходимость. А вот для глухих необходима бегущая строка с названием остановок. В новых автобусах все это есть, в старых – не везде. Отвечая на вопрос, насколько удобно садиться и выходить из новых пазов и лиазов, Светлана и Дмитрий, инвалиды по зрению, подчеркнули, что в этом им на помощь всегда приходит белая трость, которая, кстати, является сигналом для других участников дорожного движения, в том числе и водителей автобусов. Подходя к дороге и намереваясь ее перейти, мы, стоя еще на тротуаре, должны вертикально вверх вот так приподнять трость, и затем мы должны параллельно к уровню земли таким вот образом показать, сдать сигнал водителю о том, что мы намереваемся уже вступить на дорогу и перейти. Во многих странах мира люди, которые пользуются белой тростью, имеют право переходить через дорогу, независимо от места или сигнала светофора. И Владивосток не исключение. К сожалению, некоторые водители об этом не знают. Также Светлана высказала просьбу инвалидов по зрению слышать в салонах номера маршрутов. Об этом тоже мог бы сообщать автоинформатор. Сегодня я услышал от представителей, что в автобусе еще желательно во время движения через пару-тройку остановок объявлялся маршрут. Подумаем об этом, постараемся сделать. Напомним, в этом году администрация Владивостока закупила 102 автобуса. 95 уже прибыли в город, остальные должны быть доставлены до конца года. Все закупаемые автобусы отвечают требованиям программы «Доступная среда». Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов, Новости на Восьмом.